После того, как 15-летний сын Кадырова на камеру избил в СИЗО Никиту Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана, Кадыров написал, что гордится сыном. К слову, Журавель пожаловался омбудсмену Татьяне Москальковой на избиение, а та поручила своему подчиненному в Чечне Мансуру Салтаеву разобраться в произошедшем. Салтаев заверил, что в Чечне права человека, цитирую, чтятся на высшем уровне, поэтому никто не может быть подвержен истязаниям и избиению. Кадыров призвал всех поддержать Адама. В ответ на подростка посыпался дождь орденов и медалей. Здесь Кадыров, он такой большой ребенок, и у него есть своя песочница, в которой он делает что хочет. Кого хочет женит, кого хочет пытает, кого хочет убивает, кого хочет, не знаю, издевает над людьми. А хочет награждать себя наградами, убивает своих детей, раздает должности. И в целом, пока в России происходит мобилизация или какие-то там такие вещи, то в Чечне сегодня тотальная дебилизация. Иначе это даже комментировать невозможно. Появление в интернете видеоизбиения Никиты Журавеля могло быть частью кампании по укреплению позиций семьи Кадырова. Это выглядит так, как будто бы Кадыров ставит наследника и заблаговременно его представляет Путину, а затем получает какие-то знаки принятия Адама, как наследника от исламских республик. Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда наука и политика в Берлине, в интервью Deutsche Welle. Новости о новых наградах и должностях детей Кадырова будут появляться и дальше. Они имеют больше ритуальное, чем политическое значение, считают эксперты. Смена власти в Чечне произойдет, скорее всего, без особых сюрпризов, пока номинальный претендент на место наследника Кадырова – его старший сын Ахмат. В целом, для Грозного, для Чечни, конечно, люди могут даже не узнать об этом. Это может произойти сразу. В одну ночь люди засыпали, и у них был глава Кадыра. В целом, кстати, смена власти Ахмата-старшего на Алу Алханова, такой был промежуточный между Кадыровым отцом и Кадыровым Рамзаном. У Кадырова 10 родных детей и огромное количество родственников. Все при должностях. Например, старшая дочь Айшат – вице-премьер правительства. Ей в 22 года дали звание заслуженной артистке Чечни, а через два года – народной. Артисткой, правда, Айшат никогда не была. 23-летний Хадижат присвоили звание заслуженный работник социальной сферы. Она возглавляет департамент дошкольного образования Грозного. Еще одна дочь, 20-летняя Хутмат, теперь курирует сферу здравоохранения Чечни. Старший сын Кадырова, 17-летний Ахмат, занимает пост первого заместителя министра Чечни по культуре, спорту и молодежной политике. А 15-летнего Адама недавно назначили руководителем службы безопасности главы Чечни. Кстати, эту должность занимал сам Кадыров, пока не стал преемником отца. Все зависит от того, кто будет в Кремле. 15-летний ребенок, думаю, легко сегодня при живом безжалостном и сильном отце воспринимается как наследный принц. Но трудно представить себе, что у него хватит воли и силы, собственных ресурсов для того, чтобы удержать власть. Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда наука и политика в Берлине, в интервью Deutsche Welle. За последние полтора месяца Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, Чеченский орден Гордость нации, два религиозных ордена, орден Трудовая доблесть России и медаль за вклад в развитие Российского университета спецназа. Субтитры создавал DimaTorzok